Я смотрел этот матч в клубе Апшу в Климентовском переулке. Я в тот день находился на даче. Мы сидели в издании Лента.ру, я вел онлайн. Дело происходило в городе Ижевске. Я в это время оказался в Хорватии. И я смотрела этот матч вообще дома. Никто, естественно, не верил ни в какую вообще победу и ни во что. Нет никакого праздника какого-то, ничего такого. Даже стыд немножко за людей. И понимаешь, что все проиграют, потому что Голландия играла очень круто. И ты думаешь, все, это как бы конец, ничего больше не будет. И тут, значит, вдруг сборная России превратилась в богов. Такого просто не может быть. Ну, плюс еще, конечно, незабвенный комментарий Георгия Черданцева, который обещал закончить вообще все. Ведь может же! Ну, это киней! Я сейчас закончу вообще все! Вы видели это? Вы это видели? Вы видели, что сделал Оржавин? Аааа! Просто! Ааааа! Я помню, какая это была феерия. Совершенно офигенный матч, и как это было прям круто и радостно. Ааа! Потому что это все было из пушки, это все было быстро, это все было супер по-европейски. Не бывает такого. Просто такого не может быть. И дальше, когда Оржавин уже между ног в Андер Сару... Оржавин с мячом ставит корпус! До свидания! До свидания! Россия выигрывает у Голландии. И в тот момент я подумал, что начался зомби-апокалипсис. Мы ездили на поливальных машинах, ходили, клали... Почему-то тогда казалось очень милым. Клали цветы к посольству Голландия. И все метро радуется. Все в САСБУ кричат «Россия, Россия!» Потому что у тебя не было никаких больше эмоций. Ну, это было просто потрясающе. На чемпионате мира 2018 года, кажется, Никольская улица, самая классная улица в России, тогда было очевидно, что это Тверская. И ты приезжаешь на Тверскую за какие-то бешеные деньги. Ни до, ни после такого прекрасного ощущения от страны, от города, от людей у меня не было. Все лезут к тебе обниматься. Ты идешь по улице, всех обнимаешь. И совершенно было ощущение того, что Москва превратилась в нестрашный город. Ты можешь все, что угодно. Сейчас мы все одинаковые. У вас у всех ощущение того, что надо друг другу улыбаться и обниматься.